доброе время суток с вами Виктор Гурин 6 июня 2019 года и сейчас я вам в реальном масштабе времени 1 час 16.49 покажу как осуществляю полив не только в огороде вот видите вот так избирательно брошу и у меня как поливается штамбовый костик смородина ну и как это дело делается в теплице тут у меня подключен кабель подсоединю к насосу таким образом в реальном масштабе времени уже в принципе всю теплицу помидорами полил выпечел сюда две бочки воды вот эту 200 литровую и 150 литровую и сейчас вот выкачивается из этой бочки добавил 4 ложки грамотного разведенного фитоспорина и теперь вот таким образом не устал чтобы полить баклажаны и перчатки вот я уже полил вот так вот к стеночке поток направляю чтобы вот этот зазор который образовался во время десятидневного отсутствия полива и вот так это все дело делается очень быстро и незатратно усиливаю и еще вот тут крючаткий почти что до верху наполняю вот такие дёрки полтора теплой воды, но температуру я вам и забыл показать, что вода, я покажу там термометр. Вот таким образом, как видите, очень быстро по времени. По шуму масок слышится воздух и всё уже закончится. Всё поводится, пока уже, в принципе, по второму сразу поливаются. А, вот у меня переполнилась бочка, которую я набираю водой. Вот видите, вот так одна бочка набирается, другая уже выточена. Вот теперь только осталось отключить ток и посмотреть, какая же у нас температура воды. Отключаем. Снова быстрым шагом по относительно чистому картону. Да, это он был абсолютно чистый. Давайте посмотрим, я вам показал, какая температура. Насосим его такой погружаемой сеточкой. Зелёнку также погружаю. И вот смотрим, если вылим с термометром. Вот таким образом. И смотрим, вот температура воды 35 градусов. Это самая прекрасная температура для полива не только помидоров, но и баклажанов, перцев. Вот так вот теперь крышки закрываем. И вот это первый полив с 20 мая. Вот с 20 мая, как я посадку произвёл, показывал вам видео. Вот это я первый раз сегодня. Считайте 16 дней. 17, поскольку в мае 31 день. Вот почти 3 недели я этого полива не осуществлял. Как видим, разбил нечаянно помидорку одну. Как видим, здесь уже набирает урожай наши помидоры. Теперь уже вот я канистры так укладываю, чтобы помидоры отталкивали от горошки. Потому что скоро уже нужно их подвязывать. Вот и всё. В принципе, что я вам хотел показать. Теперь можно следующий слой картона застелить. Вот он у меня сухой есть. И по дороге, что можно перемещаться дальше. Ну а здесь у меня биогумус для компостирования. Вернее, для реализации его нужно ещё рассасывать. И тогда вот на остальной участок теплицы я посажу оставшиеся помидоры и пасынки. Сюда же будем высаживать. Ну, а помидоры, как видите, вот у нас тут подрастают. Здоровья вам, благополучия и таких же минимальных затрат в максимальном результате. Я думаю, если у вас есть четвертая шкафа, то я не могу подпишись этим. Как заботиться, я хоть не могу. Я теперь, я не могу подпишись на пасынке. Могу, я хочу подпишись на пасынке. Я хочу подпишись на пасынке.